Накануне в котельной села Бердегистях Горного района произошел пожар в котельной. Из-за аварии и без отопления осталось 56 объектов. Это частные многоквартирные дома, административные здания и социальные объекты. Ситуацию в Горном районе на контроль сразу же взял руководитель региона. Сегодня Егор Борисов прибыл в Бердегистях. Он лично проверил ход восстановительных работ, пообщался с жителями села, чьи дома остались без тепла. После этого Борисов провел совещание с участием всех оперативных служб. Глава региона дал поручение, чтобы все объекты были подключены к отоплению сегодня вечером. Бердегистях оказался в действительно тяжелом положении. Причины пока неизвестны, но так случилось, что вышла из строя самая большая котельная. Я дал четкое указание, чтобы в течение суток проблема была решена. Такое происшествие всем нам показало. Первое, очень хорошо и оперативно отработали технические службы горного улуса. Во-вторых, есть вопросы по работе с населением. Многого людям не объяснили, а это неправильно. Обязательно нужно информировать и объяснять населению, что происходит. Восстановлением теплоснабжения в Бердегистяхе занимаются несколько десятков специалистов коммунального хозяйства. На помощь также прибыли бригады из Якутска, Мегина, Хангаласского, Хангаласского, Нюрбинского и Сумтарского районов. После пожара всю воду из системы слили, чтобы не допустить заморозки. Практически сразу все объекты, оставшиеся без отопления, подключили к котельной школе. А из Якутска в поселок отправили модульную котельную. Утром ее доставили, сегодня же должны смонтировать и начать подключать объекты. В два часа сегодня из Якутска была отправлена модульная котельная. Она пришла в Бердегистях в пять утра. Кран тоже из Якутска прибыл в семь часов. Также в село привезли другое необходимое оборудование. Все это транспортировали на КамАЗах. В Гестрале у нас сейчас работает три бригады, две других сел и одна – это местные коммунальщики. Всего более 30 человек. Сейчас протягиваем трубу и в первую очередь постараемся подключить все ближайшие социальные объекты. Бердегистяхскую котельную затопили с помощью резервного котла. Как вода дойдет до нужной температуры, сразу запустим. Постараемся дать тепло уже сегодня. После пожара развернули два эвакопункта. Один из них в местной школе. Здесь буквально в считанные минуты организовали питание и спальные места. На призыв помочь в обустройстве эвакопункта отозвались все работники учебного заведения. Я живу на Ленина 9. Вчера вечером стирала белье. Вдруг стол пошатнулся. В окне зазвенели стекла. Я испугалась, выглянула в окно и увидела, что горит котельная. Спустя какое-то время пришли сотрудники администрации. Открыли школу, где организовали эвакуационный пункт. Нам сообщили, что нужно развернуть эвакопункт в 22 часа. Через 5 минут все работники школы собрались. Начали подготавливать все необходимое на 60 мест. Открыли столовую, организовали горячее питание. У кого дома были печи, те остались у себя. Эвакопункт будет работать на все время действия ЧАЭС. Вчера в нам очень быстро приезжали к комиссии. Объяснили, что-то как. Предложили время поселиться в эвакопункт. Но мы остановились уродки. Мы служим оба инвалиды. Очень надеемся, что тепло дадут как можно скорее. Возгорание в котельной Бердегистяха показало сплоченные жители республики. Об этом нашему телеканалу сказал премьер-министр Якутии Евгений Чекин. В Бердегистяхе он осмотрел здание сгоревшей котельной, эвакопункт, открывшийся в местной школе. Пообщался с населением, ознакомился с ходом восстановительных работ. По результатам увиденного провел совещание с членами республиканской КЧС и администрации горного района. Все службы, я считаю, что отработали очень хорошо. Здесь я хотел бы еще обратить внимание, то, что я вижу здесь на месте, это то, что предприниматели очень активно откликнулись с точки зрения помощи населения. Так, таксисты на Бердегистяха бесплатно развозили людей. Предприниматели, имеющие магазины, готовы предоставлять продукты для обеспечения питанием. Ряд республиканских компаний уже тоже звонили, и предлагали свои услуги по восстановительным и строительным работам. Поэтому здесь можно сказать, что вся республика, прекрасно понимая, в каких условиях мы живем, активно включается в случае необходимости в восстановительные работы. Сейчас восстановительные работы в селе Бердегистях идут полным ходом и даже с опережением графика. Котельная к запуску готова на 80%, запущена теплотрасса. Уточню, эта котельная обеспечивает теплом около 200 жителей села, проживающих в частных и многоквартирных домах, а также социальные объекты. Коммунальщики присоединили ее к электрическим и тепловым сетям, одновременно провели работы по переврезке тепловых сетей от пострадавшей котельной по улицам Ленина и Строда. Также ведется работа по подготовке к запуску модульной котельной мощностью 1 мегаватт, которая была доставлена из Якутска. Районная прокуратура по факту аварии начала проверку. Она должна установить причины, из-за которых произошло возгорание, а межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Следователям центрального межрайонного следственного отдела в горном районе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекших по неосторожности смерть человека и повлекшие крупный ущерб. Продолжение следует...